Мы в присутствии наблюдателей с УИФА и ФИФА, моих коллег с исполкома УИФА, заместителей генерального секретаря, продемонстрировали низкий уровень человеческой культуры, этических норм. Два клуба, сыгравшие, безусловно, это уже сегодня совершенно очевидно, договорной матч, не имеющий никакого, видимо, шансов, иным путем. Доказать иное, хотя есть инстанция, высший арбитражный суд спортивный, в Лозане, милости просим. Сегодня инспирируются действия, которые направлены против национальной ассоциации, выходят абсолютно из регламентных уставных норм УИФА и УИФА. К двум клубам, к совместному их уже, так сказать, пению присоединился третий человек, президент премьер-лиги, господин Данилов. Иначе, как Ярославский лузером, не называющий его. И они все вместе, одним хором запели песню, какой у нас плохой президент Федерации футбола, и какие неправедные дела творятся в этом доме. Господин Бальча заявляет о том, что урок футбола, оказывается, в 99-м году придумал не Суркис, а Пустовойтенко. От идеи до ее реализации вся, может быть, жизнь. Я тоже, может быть, в космос хотел полететь бы, но это же идея моя, полететь в космос. Кто меня туда отправит? Делегаты, безусловно, являясь моими соратниками, соратниками управленческой команды, находясь внутри команды Суркиса, в общем-то, сами приходили, и некоторые из них плакали. Плакали от того беспрецедентного давления, которое на местах оказывалось на них с точки зрения того, что нужно голосовать правильно. Я предложил голосовать в тайном режиме, где волеизъявление, в общем-то, свободное, потом никто не мог бы подставить под сомнение. Но, говорят, оказывается, что мы могли сфальсифицировать. А Суркис же, собственно говоря, когда было предложено внести в счетную комиссию делегатов, которые так активно предлагал господин Бальчус, между прочим, вместо пяти, семь, тут же ставил это на голосование, и эти люди становились, соответственно, членами соответствующих комиссий. Скажите, пожалуйста, каким образом можно совершить сегодня в рамках тайного голосования фальсификации? Поверьте мне, что суть не в Суркисе. Суркис сегодня президент Федерации футбола. Через какое-то время, безусловно, закончатся мои полномочия, и в этот кабинет, возможно, зайдет другой человек. Очень важно правильно, чтобы мы передавали эстафетную палочку, чтобы мы не хулили все то хорошее, что сделано. Я настойчиво, профессионально и спокойно буду дальше делать все то, что должна делать национальная ассоциация, даже в условиях жесточайшей критики, порой несправедливой, жесточайшего давления и агрессии. Ну и, конечно же, безусловно, самое плачевное – предательство. Предательство тех людей, от кого это меньше всего ожидаешь. Редактор субтитров А.Семкин